Тихий песочный пляж, пустующие гнезда ласточек и только мусор на земле напоминает о недавнем присутствии людей. Место только кажется давно заброшенным. На самом деле, этой пристанью жители поселка Сит-Кыркач пользовались много лет. Именно сюда швартовался пассажирский паром, но в этом году река обмелела настолько, что здесь паром то и дело садился на мель. Поэтому оборудовали пристань новую, выше по реке, где глубина еще позволяет ходить катеру. Подъем с новой пристани в принципе не очень крутой, конечно, если вы молодой и относительно здоровый. Но если вы пожилая женщина, человек с инвалидностью или мама с коляской, то вам будет здесь совсем нелегко. Впрочем, пассажирского парома Усть-Цесольск наша съемочная группа сегодня так и не застала. Утром он сломался. Поэтому людей через реку переправляли на грузы пассажирских по армии и дорожнике 19 вместе с машинами, грузовиками и тракторами. Особенно в это лето. Все очень плохо. А с чем связывается? Погода сухая. И, как говорят, лечка будет мелеть с каждым годом, потому что за ней сейчас никто не ухаживает. Сплава нету, земсоряда не ходит, ничего не ходит. Она будет с каждым годом мелеть и мелеть. Все будет хуже. Вот на дорожник загружается почта, скорая и уголь для котельных. На той стороне уже готовятся к зиме. Для работы кочегарки еще нужен мазут, но он гораздо тяжелее. А перевезти нужно около 300 тонн. Пока ходим, там заход, эта крыка еще очень узкий. Там уже сейчас намывает, я не знаю, дня через два, наверное, там вряд ли будет вообще проходить. Вот проходим, у нас по борту сразу пуски вот столько уже вылезает. Воды там буквально 5 сантиметров они видят вот с борта прямо. Там лазейка такая небольшая только. Чуть шире парома. Обмеление рек – дело привычное, только не в таком масштабе. Причем, что называется, руками в этом году уже ничего не сделаешь. На последней планерке в мэрии вопрос тоже разбирали. И если дождей не будет, пристань перенесут еще на 200 метров вверх по реке. Власти уповают на дождливую осень, но признают, нужно проводить дноуглубительные работы. Правда, появятся так называемые земснаряды только в следующем году. Евгений Стокас, Вячеслав Беспалов, телеканал Юрган, Сыктывкар.